Приветствую вас и прежде чем высказать свое мнение по поводу того, что означают эти фразы, это фраза, которую вы приводите. Я отвечу на ваш первый вопрос, как деликатно присоединить клиента, который так говорит. Ну, во-первых, для того, чтобы знать, что именно для человека деликатно, а что нет, нужно хотя бы иметь общее представление о нем. Поэтому, если вы сами, вот знаете, вы виделись с человеком 4 раза всего лишь, вы примерно представляете, какой у него темперамент, какой он там по себе, что ему понравится, а что нет, то в зависимости от этого вам нужно подобрать слова. В зависимости от этого вам нужно выбрать подачу своего недовольства, подачу своей мышки. Наиболее правильный будет подход, согласно которому вы защищаете свои интересы в том, что вы хотите сказать. То есть, вы говорите ему о том, что, вот, вы знаете, вот, вы очень вежливый, вы очень обходительный человек, но мне не по себе от того, как вы меня называете, мне не по себе, мне непривычно, я теряюсь, это вот вы все буквально говорите, и из-за этого я, собственно говоря, отвлекаюсь. Не могли бы вы меня так не называть, потому что мне это, честно говоря, непонятно, мне это непривычно, я не хотел бы, чтобы меня так называли. Тем более, тем более, деловые партнеры. Вот если вы так человеку скажете, то он для себя поймет, что не он делает что-то не так. Он-то, вот, как привык говорить, он так и говорит. Он так, как хочет говорить, так он и говорит. Для него нет ничего, знаете, неприятного в том, что он вас так называет. Но он увидит, что вам-то это непривычно, вас от этого не по себе. И если он вас уважает, если он хочет с вами работать дальше, то он, наверное, эти фразы уберет. Эту фразу уберет. То есть, очень важно, чтобы вы передали не свое недовольство им, не свое недовольство его словами. А именно, то, что вам кажется, по вашему мнению, человек вмешивается, встревает в ваши личные границы. И вот это он делать не имеет никакого права. Этого он делает, ему позволять делать это нельзя, потому что это, ну, противоречит всем вообще правилам делового диалога. Ну, вот, если человек все-таки так себя ведет, ну, надо ему сказать, что именно вам неприятно. То есть, сделайте акцент на себя. Не на него, а на себя. Только не говорите, что вам это неприятно, потому что человек подумает, что он оскорбил вас. А он не хотел вас оскорбить, уверен. И если вы искажете ему так, то по всей вероятности, его это заденет. То есть, когда ты хочешь сделать человеку приятное, а хочешь быть вежливым, а тебе говорят, что неприятно, это, в общем-то, негативно воспринимается людьми. Дальше. Теперь, что касается того, на что указывает данный признак. Вообще, если говорить о признаке, то, знаете, оборот речи. Вот просто оборот речи. Обычно говорят, спасибо, милый человек. Спасибо, там, дорогой. Спасибо, там, еще какой-то. И так далее. И вот, в зависимости от нации человека, в зависимости от его воспитания, от традиций, культурных ценностей, человек использует такие слова. И нельзя здесь говорить о том, что эту фразу нужно понимать буквально, или эту фразу стоит воспринимать как нацеленную именно на вас. На самом деле, никакой нацеленности на вас в этой фразе нет. На самом деле, человек, скорее всего, даже не думает о том, вообще, что он говорит. Вам это, может быть, покажется странным, но это так. Человек не думает о том, что он говорит. Человек не отдает себе отсчета. Это просто привычка. И вы не обязательно можете быть добрым, вы не обязательно можете быть красивым, тем более красивый человек. А, знаете, вот сама фраза «графивый человек» – это... Ну, она, согласитесь, немножечко режет слух. Вот, если прислушиваться к ней, да, она режет слух. Почему? Ну, потому что «красивый человек» – это что-то такое. Человек – это бесполое существо. То есть, можно сказать, спасибо, там, милые леди, красивые леди, там, обаятельные леди, там, далее. Это, да, это женщина, это уже чисто отношение мужчины к женщине. А здесь «красивый человек» нет никакого... Указание на то, что это именно женское. Именно отношение мужчины к женщине. То есть, что ваш клиент хочет именно с вами сблизиться или подчеркнуть именно вашу женскую красоту или добрату. Такого указания нет. И поэтому этот признак означает просто оборот речи. Вот у некоторых людей, вот вам там уже ответили, что, может быть, это юстный человек, юстный краёв. Я не буду такие вещи говорить, потому что, мне кажется, это и... Ну, у любого, у любого человека такое может наблюдаться. Такие вот формы речевые, не совсем обычные. Я думаю, что это просто для человека это означает без любви. То есть, назвать человека красивым – это то же самое, что назвать семью красивой. Вы знаете, некоторые люди говорят, какая у вас красивая семья. Ну, красивая семья – это означает, что там муж, жена, там дети, все они очень хорошо выглядят и так далее. Но красивая семья – это слишком вежливое, слишком рафинированное, слишком такое, знаете, отдалённое обозначение. И воспринимать его можно лишь только как самая-самая обобщенная вежливость, обобщенный комплимент. Не имеющий никакого отношения к кому-то конкретному, а может быть, даже конкретно к вам. И здесь момент в том, что каждый человек, он понимает вежливость по-своему. То есть, вот для вас, например, это невежливо, вам это неприятно. Почему? Потому что, когда вам говорят «добрый, красивый человек», вы это воспринимаете как на свой счёт. Это нормально. Я не говорю, что вы неправы. А человек, который вам так говорит, он это воспринимает как вежливость. Я уверен, что вы не первые, кому он так говорит. И да, это не очень здорово, когда кто-то ко всем людям употребляет одну и ту же фразу. Но, может быть, если вы вот этот момент возьмёте на вооружение, вам не будет так неприятно. А мой, естественно, человек говорит это всем, значит, вы для него не являетесь кем-то особенным. Вы для него не являетесь индивидуальной. Вы для него не являетесь какой-то выделяющейся. А я так понимаю, что именно этого вам не нравится. Вообще, говоря с точки зрения психологии, я специально оставил это на самый конец. С точки зрения психологии, точнее, психоанализа, то, что вам неприятно, это ваша проблема. И нужно разбираться именно с тем, почему вам неприятно. Потому что ничего пошлого в фразе и нет. Ничего оскорбительного, в фразе тоже нет. Элементарная вежливость. Да, своеобразная, да, необычная, но всё-таки вежливость. И то, что вам неприятно, говорит о каких-то ваших скрытых желаниях, каких-то ваших, может быть, подавленных стремлениях или неудовлетворенности. Я почему оставил на потом? Вот то, что сказал. Потому что вы пришли сюда за ответом на ваш вопрос. И я вам их дал, эти ответы. А последняя моя фраза, она направлена на то, чтобы вы подумали немножко. Дальше, вот, ответы на вопрос получили, а дальше подумали. А вот почему меня это так задевает? Почему мне неприятно? Вот с чем это связано? Если вы захотите, если у вас есть такое желание, то вы могли бы постараться поискать ответ на этот вопрос, чтобы чувствовать себя более свободной, чтобы не видеть негатива, не испытывать его там, где его нет. Я думаю, что негатива в нашей жизни так хватает, чтобы видеть его еще и там, где его, в принципе, откровенно, по крайней мере, нет. И вежливость, обходительность человека, она проявляется в том, что он не видит негатива вплоть до откровенного перехода на личности. Потому что, если откровенного перехода на личности нет, а есть только намек, то намеки, к сожалению, интерпретируются людьми именно из расчета на свои какие-то переживания, эмоции, и, может быть, даже страхи и желания. Вот это то, что я вам хотел сказать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.